МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канал ОТС продолжает программу. Экстренный вызов в студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Было установлено, что огнем охвачен частный жилой дом на площади 150 квадратных метров. Несколько огненных ЧП случились в Новосибирске и области. Без жертв не обошлось. Наркотики с доставкой из соседних регионов. Драгдилеров-гастролеров поймали полицейские. Трудные подростки. Ради хайпа и стрима дети пошли на преступление. Начинаем с трагедии, которая произошла сегодня в городе Каргат Новосибирской области. Там во время пожара погиб глава многодетной семьи со своим знакомым и трое несовершеннолетних. По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело. Получив первые сообщения ЧП, пожарные расчеты были на месте буквально через три минуты. Однако из окон небольшого деревянного строения уже шел густой черный дым. Открытое пламя сбили почти сразу, но на полную ликвидацию возгорания ушло около часа. На пепелище обнаружили тела погибших. Самому младшему ребенку не исполнилось еще и двух лет. С мамой детей, которые в момент пожара не было дома, будут работать психологи. Кстати, по нашей информации, женщина со старшим сыном сегодняшнее утро провела в отделе ПДН, поскольку неблагополучная семья стояла на учете. Дознаватели МЧС выясняют причину случившегося. Также на место выезжали руководитель Коченевского отдела СК, следователи и криминалисты. Еще один серьезный пожар, но уже без таких тяжких последствий, произошел сегодня утром в Ленинском районе Новосибирска. Погорельцы в последний момент успели выбраться из опасного жилища. К тому моменту, когда на Большой появились первые пожарные автомобили, огромный дом уже вовсю полыхал. Постройка площадью 150 квадратных метров была рассчитана на две семьи, но постоянно люди жили только на одной половине. Хозяева второй использовали ее как дачу. Пламя успело объять и бревенчатую часть здания, где с утра топилась печка, и крышу, и даже пустующие комнаты. Никаких признаков пожара не было. Слышно было, что дрова рубят. Мы такие, вот соседи дома живут, там что-то дрова, печку топят, наверное, потому что холодно, сегодня ветер такой холодный. Мы уехали, и буквально через полчаса, наверное, муж звонит, говорит, у нас пожар, все горит, уже пожарные тушат. Ну, очень страшно было, поторопились, конечно, из города вернуться обратно, посмотрели. Ну, помещение выгорело, нежилое, страшно. Теперь не знаю, как дальше с такими соседями жить. Только для того, чтобы остановить распространение огня, спасателям понадобилось больше 40 минут. Немало усилий потребовалось и для защиты соседних построек. Дома в частном секторе стоят плотно, и каждое возгорание может стать началом масштабного бедствия, которое уничтожит не одно жилище. Силы и средства были стянуты по повышенному рангу. Сушение данного пожара осложнялось наличием линий электропередач под напряжением, а также угрозе распространения огня на соседние расположенные строения. Благодаря оперативным грамотным действиям пожар был локализован, тем самым не дав ему распространиться на соседние строения. Большой дом на большой горит далеко не впервые. В этот раз еще обошлось без жертв. А несколько лет назад, вспоминают соседи, пожар начался ночью. И вот тогда спасти успели не всех. Где-то утром, наверное, часа в 4 или в 5, у меня разбудил треск огня в окне Зарева. У них горела баня. Баня сгорела полностью, погиб человек. Видимо, после распития спиртных напитков наши соседи крепко уснули. Один спал в бане, вот он и погиб. Спасатели приехали, приехали и пожарные. Мы помогали тушить, у нас же вода тогда была, заливали вместе. Полная ликвидация ЧП заняла несколько часов. Сейчас на месте возгорания работают дознаватели МЧС, которым предстоит выяснить причину пожара. Анна Скох, Евгений Павлов, экстренный вызов. Центральный суд Новосибирска продлил арест экс-главе ВИНАПа Олегу Яровому. Он пробудет в СИЗО минимум до середины февраля. Бизнесмена задержали оперативники ФСБ этим летом. Тут же взяли под стражу. Обвинения достаточно серьезные. Мошенничество в особо крупном размере. Якобы Яровой долгое время брал невозвратные займы у другого алкогольного короля и бывшего партнера Юрия Верясова. Речь идет о сумме, эквивалентной 170 миллионам рублей. Правда, старинный приятель заявил о преступлении только сейчас, по прошествии нескольких лет. Это не государственные деньги, это не муниципальные деньги, не деньги какие-то корпоративные из их общих предпринимательской деятельностей. Это один гражданин написал заявление на другого гражданина. Это полностью выдуманная ситуация с заявителем. И она вызвана просто желанием избежать возврата долга. Имущество миллионера арестовано. Он сам и его адвокаты еще летом настаивали на том, что на фигуранта скандального дела оказывают колоссальное давление. И, возможно, на Ярового даже готовится покушение. Тем не менее, Фемида оставила эти громкие заявления без внимания. Напомню, бизнесмен пробудет в СИЗО до 8 февраля, пока идет следствие. На улице Лежена в Новосибирске полицейские задержали группу гастролеров, которые, судя по всему, промышляли в нашем городе с бытом наркотиков. В руки правоохранителей попали уроженец республики Хакасия и приезжий из Украины. Руководил предприятием «Россиянин». Молодой человек оптом закупал синтетику, контролировал финансы, а его подельник организовывал тайники-закладки. Хранили и фасовали запрещенные вещества, подозреваемые вместе. При личном досмотре у фигурантов нашли 400 граммов альфа-ПВП и немного травки. Во время обыска жилища драгдилеров изъяли еще наркотики и упаковочный материал. Руки из рук не выпускаешь, садите сзади, лучше машина. А в Томске, наоборот, задержали гостью из Новосибирска. Там девушка приторговывала коноплей на железнодорожных объектах. Уже установлено сбором растительного наркотика. Подозреваемая занималась лично. Сама же доставила его в соседний регион. На что рассчитывала, непонятно. Кстати, ее приятель также попался, но с более тяжелой синтетикой. По информации следователей, он был мелким сбытчиком. К другим темам, стрим с уголовным подтекстом. В Чулыме трудные подростки устроили дебош в магазине, а после задержания сыпали угрозами и оскорблениями в адрес полицейских. Фигуранты, как и хотели, прославились в соцсетях, но теперь им грозят реальные сроки по целому ряду серьезных обвинений. Двое друзей из Чулыма, по словам местных жителей, давно отличались агрессивным поведением. На ровном месте лезли в драку, могли избить первого встречного безо всякой причины. При этом одному персонажу только исполнилось 18, второй же и вовсе на два года младше. Очередной перформанс приятели устроили в магазине. Они разгромили витрины и под шумок вынесли немало товара. Вскоре стражи порядка вычислили бузатеров, но даже в отделе полиции те продолжали вести себя дерзко. Молодые дебоширы без стеснения крыли сотрудников матом, прибегая к прямым оскорблениям и угрозам. Во время общения с полицейскими друзья вели прямую трансляцию в ТикТоке. Помимо прочего, они в открытую пропагандировали маргинальную идеологию, не так давно попавшую под запрет. В итоге всего за один вечер буйные тинейджеры собрали целую коллекцию серьезных обвинений. Им инкриминируют оскорбления и применение насилия к представителю власти, призывы к экстремизму, а также кражу. Дело передали в Следственный комитет. В отношении более старшего фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Младшего пока арестовали на пять суток. И последнее. Директора Дровосека отдают под суд в Новосибирской области. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя организации, занимавшейся незаконным промыслом в Кубовинском лесхозе. Сотрудники фирмы Геал Плюс разрабатывали песчаный карьер, при этом действовали без разрешения и зачистили несколько гектаров леса. Так вот, за добычу ресурсов без лицензии уже идет судебное разбирательство. А за уничтожение зеленых насаждений еще предстоит ответить. Ущерб почти 30 миллионов рублей. На квартиру, земельный участок и дом обвиняемого наложен арест. На этом пока все. Берегите себя. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам. Мы покажем его в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин